Всем привет! С вами снова Алексей. Мы продолжаем играть в игрушку Science of Life. И после последней серии я бегал, собирал кристаллы. Нам надо было собрать вот такие вот розовые штуки. Вот такие вот. Потому что из них делается последняя самая линза, которая уже жарит все подряд. Вот. И я уже собрал. И у меня уже была даже готова линза. Но я с ней опять поперся куда-то что-то искать. Хотел, как сказать, для серии ее приготовить, чтобы собрать уже в прямом эфире. Вот. Ну и естественно меня где-то там убили. Так очень глупо. Вот. И я как бы потерял очень много. Но. Что интересно. Когда я погиб, я... Может быть это какой-то баг в программе был. То есть я жал правую... Не правую, а центральную кнопку. То есть ну для сбора ресурсов. И в этот момент получается как-то он успел затянуть что ли это все. Ну в общем когда я возродился, у меня был уже весь костюм мой. Он был в инвентаре. Вот. И много других ресурсов еще было. Поэтому получается как бы потерял они все. И как я не пытался найти, где я там погиб, пока не нашел. Поэтому в этой серии я хочу еще собрать оружие, которое там предоставили мне. Из лазерного такого. Не лазерного, а вот эти вот пушки. У меня в принципе почти все есть. Так, стоп. А, здесь нужна была обычная линза. Я такую сделал. Ну, ну ладно. Ладно. Вот. И у меня почти все есть. Не хватает три болтика. Ну сейчас может быть мы их сделаем. Так, вот кстати я хотел проверить, можно ли переплавлять, вот если у меня железо переплавлено уже в слитки, можно ли все-таки их тоже направлять в печку и из них делать, ну например вот в моем случае сталь. Так, где-то у меня тут есть антрацит. Вот антрацит я сюда сейчас положу и положу слиток. Ну, получается да, можно. То есть не обязательно руду ложить, можно слитки ложить. Еще интересное свойство обнаружил у вот этих вот как бы разборочных инструментов. Они оказывается разбирают вообще все. То есть не только, допустим, вот мебель я разбирал, да, для того, чтобы получить, к примеру, болты, там, сталь и так далее. Можно вообще разобрать все свое оружие. То есть если, например, у тебя есть, ну, к примеру, ненужный инструмент, там, например, та же стальная кирка, вот, которая еще и забери попробую. Ну, допустим, вот ее мне нужно разобрать, я точно так же могу это сделать. Видите, она превращается в исходные материалы. Единственное, что я так понимаю, что что-то теряется. То есть, видите, чтобы ее собрать, по-моему, нужно, ну, как минимум, два слитка. Ну, можно даже посмотреть, где у нас тут Tools, Iron Peak. Три даже нужно слитка, а при разборе получается один. То есть вы теряете все-таки. Но можно. И, кстати, можно даже разбирать, получается, камни. То есть это тоже, кстати, плохо. Потому что, например, если у вас был собранный, вот, у меня был один фиолетовый собранный, он из трех собирается, а при разборе получается всего два камня. Ну, то есть, получается, можно, вот, например, вот такие вещи тоже разбирать. Не знаю, зачем вам это понадобится, но можно. Так, ладно, значит, сталь мы сейчас получим. Вот она, сталь наша. И, наверное, вот эти три болтика недостающих сделаем сами. Чего уж, мы безрукие, что ли. Вспомнить бы, как он называется, только так, как он называется. Steel Rivet. Где у нас? Вот оно. Вот оно. Материалы. Steel. Steel. Вот. Получается, сразу три штуки делается из одной стали. Ну, нормально. Крафтим. Так, все, десять у меня есть. Нужно еще сделать линзу одну. Обычную. Наверное, вот тут. Так. Кстати, а где... Ну, да, вот она, линза розовая. Для нее нужен вот такой овальный камушек. Он собирается. Получается, для него понадобится 3 плюс... 3 умножить на 3. 9. 9 камней розовых. Найти осколков. Так, и 4 этого у меня, кстати, тоже уже есть. А вот эта линза у меня была, я ее потерял. Ну, ладно. Мы сделаем стандартную линзу. Да, вот такую. У меня тут все для нее есть. И сейчас, наверное, сделаем какую-нибудь пушку помощнее. Попробуем, как она вообще работает. Единственное, что у меня вот вопрос, какую лучше сделать. Смотрите, они три типа есть. Видимо, разного вида действия. То есть, пистолет вроде как... Не, вот шатгон, это, как бы, получается, винтовка, да, или дробовик. Она, получается, должна, как бы, стрелять на близкие расстояния, но сильно. А вот такое, допустим, ружье Кэнон, оно, наверное, далеко, но слабо. И вот какую выбрать? Ну, наверное, вот эту, потому что мне нужно больше на дальнее расстояние стрелять. Так, у меня не хватает только резины. Потому что у меня ее, ну, меньше, чем надо. Ну, я думаю, резину-то мы тоже точно можем сделать. Где у нас тут? Так, 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 вот она резина. А-а-а-а, так у меня не хватит. Не, хватит, хватит. Испугался. Так, и опять же нужно... Так, опять же нужно развести костер. Так, сейчас мы его... А, так он у нас того есть. А, у меня нету зажигалки, я ее потерял. Ух ты ее, корни. Ну, ладно, где она в тулсах, сейчас сделаем и все. Да, не подготовился я как-то. Вот он, фаерстартер. Тоже, как ни странно, у меня все есть для него. Что тоже не может не радовать. Так, это я сразу тут сортирую все по местам. Так, и, ну, короче, разводим костер. Так, и теперь резину я могу делать. Где она, где она? Вот она резина. Ну, сколько нам там, три, по-моему, не хватает. Еще не сделаем это только. Так, ну что ж, выбираем какой вариант. Значит, есть у меня батарея, которая вытащена из робота. Есть одна еще батарея, которая находится у меня в инвентаре, которая позволяет жарить. То есть, увеличил я чуть-чуть карту. Манипулятор у меня уже там более серьезный камушек. И для освещения более серьезный. Вот, но, ну, видите, круг здоровый. То есть, я могу уже доставать, где хочу. Так, и что же нам лучше сделать? Вот есть Тесла. Они все делаются, видите, одинаковым рецептом, но разной модификацией. Наверное, сделаю я вот это. Он как-то так посолить не выглядит. Его, конечно, можно будет потом разобрать, но я так думаю, что потеряю ресурсы. Ну, ладно, делаем. И сейчас посмотрим, как оно будет стрелять. Так, оно птица. Да, не очень-то оно стреляет. Так, а ну-ка, что мы там почитаем? Нету патронов. Энергии в секунду 10. Короче, фигня это не оружие, если честно, опять же. Так, может быть, тут нужно накапливать, наверное. Вот, а, вот, 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 вот так накапливаем, да, и потом стреляем. И тогда оно будет больше тратить. Ну, наверное, да. Надо проверить, как это будет работать. Вот, я тут выбить успел кусок кирпича. Ну, да ладно, сейчас не об этом. Так, ладно, все, выкладываем все свои слитки, потому что горьким опытом мы уже научены, что можно действительно все потерять. У меня там даже одна батарейка была. Ну, да ладно, так, вот эту штуку, наверное, пока тоже выложим. И вот это выложим. Так, а вот это все вот сюда. И вот это выложим, может пригодиться. Вот, а вообще, как я уже сказал, наверное, мы будем уже снимать последнюю серию, потому что разработчик пока что ничего нового еще не додумал. И я так понял, что вот те две базы, в которые я нашел внизу, ну, кроме той, в которой есть апгрейд, больше ничего, собственно, и не предусмотрено. Вот, то есть, видел я ролики, в которых уже летают на другие планеты, но это, видимо, была типа реклама того, что будет в бета-версии или, ну, возможно... Так, а ну-ка, надо проверить. Или, возможно, еще просто в очередном апгрейде. Так, а ну-ка, накапливаем, накапливаем. Ух ты, блин, вместе с мостом разрушил. Ой, как нехорошо. Как нехорошо. Где у нас тут мостики? Надо забаррикадировать. Так, ну ладно. Сейчас попробуем. Значит, я где-то потерял вот левее этой базы, начал рыть новое место, где можно будет поискать. Вот, кстати, сохранился мой ранец для полетов, тоже хорошо. Так, и вот я не знаю, как работает система питания. Мне кажется, если питаться разным, то тогда идет быстрее. Хотя, черт его знает. Ну, то есть, я в прошлой серии сказал, что грибы, если кушать, то они дают эффект быстрого восстановления. Вот, но мне что-то кажется, что не грибы, а просто разное питание. Да, скорее всего, вот так именно. Дает такой эффект. Так, значит, где-то вот здесь я копался, зарывался. Ну, давайте здесь спрыгнем вот таким образом. Да, вот, наверное, вот в эту шахту я лез и потом где-то там искал. Так, ну, мне сейчас интересует, вот как оно будет работать на монстрах. Вот это моя пушка. Насколько она будет эффективна. Хотелось бы, конечно, попробовать на каких-нибудь злых монстрах. Ну, и так, чтобы вам было видно, ну, как бы, насколько это эффективно, чтобы для себя использовать. То есть, в принципе-то эту пушку можно использовать и потом, или до, если ее успеть построить. Ну, хотя батарея для нее нужна сильная, поэтому ее как раз получаешь тогда, когда у тебя уже есть левел 2, и дальнейшее продвижение в игре, получается, пока что отсутствует. То есть, мы ждем от разработчиков новых возможностей. Кстати, добавили вот еще какую возможность. Это совсем-совсем недавно. То есть, вот это наша карта, которая просматривается левой клавишей. Мы смотрим точки. Ну, кстати, ну, я так понимаю, что... А вот это что за база? Ну, это база понятна какая-то. Я так думаю, что тоже понятно. Ну, далеко он, получается, уже светит. Так вот, если я правой клавишей буду нажимать, добавили вот такое свойство сканирования, которое прорисовывает мне теперь карту прямо здесь уже именно самого ландшафта. Вот, наверное, чем дольше ждать, тем больше она прорисует. То есть, теперь я вот могу нажимать и видеть, где я, что там дальше и так далее. Так, хорошо, попробуем сейчас на вот этом монстре как раз попробуем его завалить из, как бы, не опасного... Ой, блин, он же сейчас будет плевать. Так, а ну-ка, вот сейчас мы накапливаем и шмаляем. Ага. Он даже рушит эти. Не, ну что, вот если так хорошенько подержать, то до 30 выбивает. 30 это хорошо. Да, 30 это хорошо. Ну, то есть, можно, в принципе, с одного выстрела выбить что-нибудь из кого-нибудь. Ну-ка, вот давайте еще раз попробуем. Мне вот еще интересно, можно ли будет выбить... Какой-то, блин, испугал меня. Я думал, он там пройдет. Так, можно ли будет выбить сразу, например, с двоих? То есть, если они в кучке стоят, а они частенько стоят в кучке, между прочим. Так, вот, мы целимся, целимся, целимся. И огонь. Ну, нет, с первого раза не хочет он его убивать. А ну-ка. Мне просто интересно, насколько оно может быть... Хотя, вон, тот убит, да, тот убит. Вот 45 уже выбивает. А что он не умирает-то, почему? Ну, получается, что не очень-то уж эффективно. То есть, можно с ним попасть в передрягу, в такую. Короче, издалека, если стрелять, то, в принципе, весьма удачно. Так, в общем, где-то здесь я... Блин, ой-ой-ой. Почему у меня здесь не было ступенек? Я не знаю. Это, наверное, вот эти вот штуки летают, взрывают ступеньки. Ну, как вариант, наверное, из-за этого. Так, ну, в общем, сейчас тут опять... Сейчас у меня жизнь накапливается. Ну, вот она сейчас у меня накапливается, видите, хорошо, потому что у меня... А, вот, наверное, вот оно как раз, показатели. Вот у меня было мясо и еще какая-то штука. И, видимо, поэтому у меня прирост идет больше. То есть, если здесь три показателя разного вида еды, то тогда идет быстрее прирост жизни. Так, а ну-ка, как оно, кстати, будет действовать против вот этих товарищей? Ну, что, вот, с первого раза я убил. Ух ты, блин. А, ну, видите, оно еще умудряется и... А, можно вот так сейчас стрелять. Ну, и да, и тоже эффективно, в принципе. Так, куда же я там, интересно, побежал? Я, опять же, когда бежал, не смотрел, куда бегу. И, естественно, потерялся. И поэтому я сейчас не знаю, где искать мои вещи. Поэтому, так, не помню, что вот так мы стрелять. Ну, не самое эффективное. Но с помощью этой пушки, получается, еще и разбивается окружающая среда. Так что, нужно быть осторожным с этим делом. Так, а ну, как вот эти штуки, кстати, убиваются? Хорошо, нехорошо. Блин. Так, если короткими выстрелами, получается... Слишком долго. Да, неоднозначная пушка, так скажем. Можно было бы сделать, конечно, попробовать что-нибудь другое. Так, вот я не помню, может быть, я здесь где-то бежал, а потом куда-то вверх. В общем, где-то я там лазил, лазил, лазил и где-то погиб. Или сейчас попробую найти где. Так, ну, вот здесь вряд ли, потому что это прям мой ход наверх. То есть, не здесь. Поэтому, наверное, на этом деле мы заканчиваем этот сериал. Ну, а что делать? Перспектив, как бы, в развитии пока здесь, получается, больше нет. То есть, ну, понятное дело, я смогу сделать линзу, но она мне, получается, уже как бы и не нужна. То есть, мне нечего разбирать такого, ну, где она могла бы пригодиться, действительно. Вот. А так игра интересная. Когда будет развитие игры в дальнейшем, я обязательно в нее буду играть. Возможно, даже буду снимать. Не обещаю, конечно, потому что я так часто бывает. Наобещаю, а потом не снимаю. Вот. И так вообще я очень доволен, что я в нее поиграл. Интересная игра. Вот. Если честно, я вам так скажу, я не играл в такие игры, как Starbound, там, Terraria. Ну, как-то вот не играл. Я вообще не игрок. Поэтому. Вот. И вот познакомившись с этой игрой, в принципе, я доволен. Я доволен, что она попала в мою жизнь и в мой плейлист теперь. Поэтому всем спасибо, что посмотрели. Играйте в эту игру. Она вам понравится, действительно. Я не получаю ничего от разработчиков, если кто вдруг такое подумал. Вот, кстати, вот это что у нас такое за показатель? Интересно. Так, это я так успел потратить всю энергию на прыжки. Вот. Если... Оп, извините. Так, это был телефон. Со служебным сообщением. Так, ну-ка еще раз попробуем. Опа. Ну, короче, пушка так себе, знаете ли. Все-таки, действительно, лучше арбалета. Я пока тут ничего не нашел. Возможно, неплохо бы пользоваться. Там, я не знаю. А, ну, получается, ей, видите, единственное, что хорошо можно... Можно копать ей. И, кстати, интересно, насколько она копает хорошо тяжелые там породы. Да, интересно было бы. Так вот, значит, хорошая игра. Мне понравилась. Надеюсь, вам понравилось смотреть. И надеюсь, вам понравится в нее играть. Игра должна иметь продолжение, потому что все-таки многие в нее играли. Я смотрел на форуме. Должна быть хоть какая-то поддержка. Поэтому на этом сезон мы, как бы, этот закончим. И продолжим, возможно, продолжим, когда выйдет какое-то обновление серьезное. То есть, затрагивающее там какой-то новый мир или еще что-нибудь. Так, а ну-ка. Так он не так, чтобы прям сразу разбивает. Он вообще не разбивает. Так что все. На этом мы сериал пока наш заканчиваем. Всем пока. Спасибо, что посмотрели. С вами был Алексей и игрушка Science of Life. Спасибо разработчикам. Спасибо всем, кто оставлял комментарии. Голосовал за мое видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok